С понедельника в Саратове начнет работу Комиссия Генеральной прокуратуры. По данным источника наших коллег из информагентства «Взгляд.Инфо», сотрудники Центрального аппарата ведомства будут проверять деятельность областной прокуратуры в части эффективности надзора за учетом и регистрации сообщений о преступлениях в правоохранительных органах. О важности данного направления в Генпрокуратуре говорят давно. Более того, сотрудникам надзорного ведомства указывается на необходимость постоянно анализировать содержание информационных программ в электронных СМИ, публикации в печатных и сетевых изданиях. По опыту нашего региона и редакционной практике можно сказать, что не только публикации СМИ, но и зачастую обращение граждан в прокуратуру не становится основанием для проведения соответствующих процессуальных проверок. Прямым доказательством этого, пожалуй, может стать и акция, устроенная «Взглядом.Инфо». В преддверии визита комиссии Генпрокуратуры коллеги предложили читателям сообщать о всех случаях, когда они информировали надзорное ведомство о преступлениях, но это обращение не получило должной оценки. Результаты поразили даже нас, ко всему привыкших журналистов. За две недели на редакционную почту пришло более 80 писем от граждан. Отчаявшиеся люди приходили в студию для записи видеообращений, специально для этой цели приезжали из районов. Тематика писем самая разная – от семейных разборок с дележом имущества до рейдерских захватов предприятий. Общее одно – формализм, с которым прокурорские работники подчас подходят к исполнению своих обязанностей. Вот, к примеру, жители дома, в котором когда-то жил Олег Табаков, пишут об удручающем состоянии здания. Фасад разрушается на глазах, обращения в различные инстанции результата не дают. Госжилинспекция бездействует, районная прокуратура ничего не контролирует, говорится в письме. Жалоб на коммуналку наберется, пожалуй, с десяток. Одна из них по дому на проспекте «50 лет октября». Минувшей весной у памятника архитектуры обрушился фасад. Неоднократные проверки жалоб от граждан, проводившихся до этого инцидента, никаких нарушений не выявляли. Среди прочего, люди писали и в областную прокуратуру, но там тоже серьезных недостатков не нашли. Выглянули в окно, полетели камни. Мы подумали, что какой-то взрыв произошел сначала. Просто непонятно получилось. Собрала детей и просто выбежали все на улицу. Вот все, что успели одеть, выскочили. Обратно уже дети не стали возвращаться. Жители села Тростянка Балашовского района хотят обратить внимание генеральной прокуратуры на историю с похищением исторического трактора, который украшал центральную площадь на протяжении 50 лет. Раитет увезли на глазах возмущенных сельчан. Инцидент спровоцировал гражданские протесты в Тростянке. Некоторые истории тянутся годами, как тяжба саратовца Романа Маркова с РЖД. Мужчину вместе с несовершеннолетним ребенком выселяют из здания общежития железной дороги. Как пишет Роман Марков, отчаявшись бороться с равнодушием прокурора в Саратове, теперь все его надежды на подчиненных Юрия Чайки. Борьбу за справедливость продолжают и герои знаменитой драки на лопатах. Виновник понес заслуженное наказание, однако пострадавшая семья продолжает добиваться привлечения своего обидчика к уголовной ответственности по статье «Угроза убийства». Случаев с насилием, кстати, немного. Учитель истории из Красноармейского района пишет о групповом избиении и попытке представить произошедшее как несчастный случай. Мол, сам упал, в двух местах сломал челюсть, ребра и так далее. Ничем для виновника инцидента не закончилась история в Перелюбском районе. Там в нападении на граждан принимал участие пьяный участковый. Вань, выйди с моего дома, Вань! Выйди, камера включена. Мы его, мы его, я его. Естественно, не обошлось без жалоб от предпринимателей. Так компания «Имбус» занималась ремонтом камер фото- и видеофиксации. В роли заказчика выступал региональный навигационно-информационный центр. Камеры починили, они прошли положенную проверку и вернулись в работу. Только вот деньги подрядчику казенное учреждение не заплатило. Еще одна резонансная история с предпринимателями произошла в Ровенском районе. Там в роли пострадавших оказалась семья фермеров Свотневых. Супруга главы семейства едва не оказалась за решеткой по совершенно абсурдным обвинениям. История вышла на федеральный уровень. Сюжет о заключениях фермеров снимал человек и закон. Но точка в ней еще не поставлена. Виновники случившегося люди в погонах никакой ответственности не понесли. Пока они отделались лишь легким испугом. Об этом, а также о роли прокуратуры в случившемся нам рассказал один из героев Сергей Свотнев. У меня жена была в декретном отпуске. Хозяйство оформлено на нее официально. И бухгалтера не было. И мы решили сделать аудитовскую проверку. Сделал аудитовскую проверку. И выяснилось, что у нас шла недоплата по налогу НДФЛ. Я пришел в налоговую сам. Мы нашли у себя недочет. Начальник налоговой сказал, никаких проблем нет. Для того, что вы нашли все это сами. Это не наказуемо. Мы сделали доплату в налоговой за три года последние 30 тысяч. И пенсионный фонд 70 тысяч. И сотрудники БЭП это вывернули так, что это было прописано и в обвинительном заключении, и уже на стадии суда, что перед получением субсидий мы имели умысел недоплачивать 200 рублей своим сотрудникам. Тем самым было, обратите внимание, нецелевое расходование денег. В 11 часов ночи к моим сотрудникам приехали домой, вытаскивали их из дома от сотрудники БЭП, привезли их, начали допрашивать. Даже сотрудники есть тех, которых они говорят, да мы тебя сейчас посадим. Есть угрозы были, до сих пор. Это показания на очных ставках были. Это никто сейчас во внимание не принимает. Ну, затрамбовали, подписали. Одного тем запугали, другого тем запугивали. Подписали, что они получали не 6700, а 6500. Следователи БЭПники ни при чем. Они все одинаково сами дали показания. Вот как под копирку. То есть ни одной ведомости не взяли. Не взяли пока нашу корректировку, то, что мы сделали. То есть доплатили. У нас, ну, земли 5000 гектаров много, хозяйство как бы немаленькое. И мы получали 1 400, 1 500 в год получали субсидии этих. И нас уличили в том, что у нас мы незаконно получили эти субсидии. Мы обещали платить зарплату 6700, платили 6500, как они говорят. Тем самым было мошенничество, незаконное получение денег и нецелевое расходование. Какая логика? Я это к прокурору пришел. Говорю, как это можно взаимосвязать? Вы сами подумайте. С конца августа 2016 года на жену было возбуждено уголовное дело. Суд первой инстанции приговорил нас, ну, жену, к 3 годам колонии общего режима. Мы подали апелляцию. Прокурор наш подал следом, что мало нам дали. Недели через 2 или через 3 приходит письмо в адрес прокуратуры. И в наш адрес от нашего прокурора, что судья во всем виноват, что зря он так вынес такое решение. Он не учел показания рабочих, которые же сам же прокурор отвергал. Ну, действительно, реально там не было ничего просто. И все это в области знали. Насколько не обращали, все говорят, что дело шито белыми нитками. Областной суд состоялся у нас. И нас оправдали ввиду отсутствия события, события состава преступления. Извинился письменно прокурор. Нам выплатили 100 тысяч моральным ущерба. Я не злопамятный, но просто здесь как бы обидно стало. За жену жалко обратили в Следственный комитет. Потому что как, следователь работала полтора года, да, получала зарплату, там, бензин, там, бумага, в конце концов, деньги, время, все это она получала. За что? За то, что собирала компромат, который не на чем, на пустом месте. Обратили в Следственный комитет, чтобы они разобрались, там, привлекли виновных к ответственности за нашу... Получается незаконно возбужденное дело. Следственный комитет, расследуя, вынес решение, что никто ни в чем не виноват. То есть за то, что незаконно, можно сказать, незаконно, да, потому что отсутствие события преступления. Вот, возбудили уголовное дело, дали жене три года тюрьмы. Ну вот, и в этом никто не виноват. Вымогательство денег было, вот, в самом начале, когда я обратился, вот, к бывшему сотруднику БЭП. Говорю, ты их знаешь, что они хотят? Он мне перезвонил, давай встретим. Встретились, он говорит, они хотят 300 тысяч. Говорю, а за что? Я ни в чем не виноват. Говорю, чтобы только жену не таскали, у меня маленький ребенок. Давайте дам 100 тысяч. Говорю, отпяжитесь от меня, пожалуйста. У меня нет никакой вины. У нас даже дошло дело до 200 тысяч. Записи есть, что они просят, там, он... Этот посредник 200 тысяч. Но не возбудили уголовное дело, потому что 200 тысяч, оказывается, маленькое, нужно было, чтобы 300 тысяч. Я считаю, что в возбуждении уголовного дела и привлечении моей жены к уголовной ответственности лежит это сотрудник БЭП Гуськов, подкладинка, наш бывший начальник УП номер один в Энгельской, в Ровном, большую роль играл. Прокурор наш бывший Зубрилов и следователь Карпенко, которая работала чисто под Зубрилова. И вот молодой человек там на той неделе, говорит, нужно было идти к прокуратуру. Говорю, так я к нему и пошел к прокурору. Где у нас правды искать, да? Зачем мне ФСБ, там, УСБ? Я пришел к прокурору, ребята, помогите. У меня прокурор говорит, вот что вы хотите? Говорю, как бы давайте начнем с того, что я уже ничего не хочу. То, что кого-то накажет, я уже этому не верю. Он говорит, ну что, тогда будем... Напишите заявление, что не будем рассматривать повторно это заявление. Почему же нет? Если кто-то понесет за это наказание, пусть даже небольшое, то я думаю, что они это заслужили. Мы с ним разговаривали часа, наверное, два. Вот он мне приводил доводы, что... Он говорит, ты посмотри, ведь ни одного в России следователя не наказали еще. Я говорю, может быть, если накажут одного, другой подумает. Они знают свою безнаказанность, поэтому возбуждают уголовные дела там, где надо и не надо. Также и сотрудники БЭП, что хотят, творят. Он мне пытался доказать, что все это бестолку, что не нужно никуда обращаться. Он говорит, что ничего не будет. Юрист, член общественной палаты Николай Скворцов принимал активное участие в судьбе фермеров-свотневых. Общался с руководством областной прокуратуры. Это была не просто ошибка в приговоре, это было вымогательство денег с них. Существует аудиозапись о том, как происходило это вымогательство. Эта аудиозапись имеется в материалах проверки. То есть сотрудники следственного комитета ее видели, слушали. И подробно писали в постановлении об отказе от возбуждения уголовного дела. Я сам был по делу свотневых несколько раз у руководства областной прокуратуры. Я приносил все эти данные. После каждого моего прихода в областную прокуратуру постановление об отказе от возбуждения уголовного дела отменялось. И следственный комитет был обязан заново проверить, было ли вымогательство, кто требовал деньги с фермеров, есть ли какие-то виновные. Движение какое-то происходило, но ненадолго. После этого опять были отказы от возбуждения дела. Два или три раза я сходил, но это же невозможно ходить каждую неделю к руководству областной прокуратуры, для того чтобы они отменяли постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. Должна же, во-первых, работать какая-то система, должны быть применимы нормы закона, что виновные в незаконном возбуждении дела и вымогательстве должны быть наказаны. И в ручном режиме нельзя управлять этим механизмом. Я ставил вопрос о том, что нужно прокурора привлечь района, который был сам лично в суде первой инстанции, к хотя бы дисциплинарной ответственности. Значит, он неквалифицированный человек, раз он утвердил обвинительное заключение по такому делу. Но даже в привлечении к дисциплинарной ответственности было отказано. Поэтому, конечно, вызывает большой вопрос, как быть. То есть люди, которые в погонах, они защищены иммунитетом от ответственности, а мы, простые граждане, бизнесмены, предприниматели, можем привлекаться за каждый чих.